Строительство западного моста в Твери, поддержка предпринимательства, вакцинация населения от коронавируса, газификация и ряд других важных для Верхней Волжи тем обсуждались на ежегодной пресс-конференции с губернатором. Глава региона Игорь Руденя на протяжении двух часов в прямом эфире ответил более чем на 20 вопросов тверских журналистов. О том, как будут решаться насущные проблемы в грядущем году, об итогах уходящего, расскажем в этом сюжете. Это уже была пятая ежегодная прямая линия с губернатором. В связи с пандемией коронавируса и соблюдением профилактических мер журналистов в зале было меньше, чем в прошлые годы. Представители большинства изданий и региональных и районных задавали свои вопросы по видеосвязи. А начался разговор с того, как регион переживает это непростое время. Задач в этом году было много, неотложных и важных, и решать их было необходимо все и сразу. Бесплатные лекарства, до этого зарплата нашим врачам, которые работают, до этого машины скорой помощи, оборудование, лекарства. Все, что касалось ремонта и переустройства наших лечебных учреждений, не прекращались дорожные работы по национальным проектам, не прекращались работы по модернизации, созданию и строительству социальной инфраструктуры, не прекращается и не прекращалось финансирование по поддержке промышленности. Губернатор отметил, что поддержка предпринимательства осуществлялась и на федеральном, и на региональном уровнях. Это и компенсация затрат организациям на антисептики и рециркуляторы, отсрочки арендных платежей и ряд других мер, которые помогли бизнесменам из разных сфер, что называется, остаться на плаву. Надо поблагодарить еще, не забыть, Российскую Федерацию по льготному кредитованию, по снижению процентной ставки, по компенсациям, особенно для тех предприятий, которые сохранили рабочие места. В топе вопросов, заданных главе региона, это вопросы здравоохранения, социальной сферы и ЖКХ. Темой для обсуждения стала массовая вакцинация населения от коронавируса. На сегодняшний день в Тверском регионе вакцины получили более 600 человек. Это работники здравоохранения и образования соцработники. Начали работу прививочные кабинеты. В ближайшее время ожидается поставка вакцины в 50 тысяч доз. Этот год запомнился жителям Твери и появлением на городских улицах синих брендированных автобусов транспорта Верхневолжья. Глава региона поделился планами на следующий год и рассказал, что аналогичная транспортная система уже в 2021 году заработает в четырех городах Тверской области в Зубцове, Ржеве, Старице и Кимрах. А у жителей отдаленных районов еще одна проблема – это газификация, о чем журналисты районных изданий посетовали главе региона. Подключение к газоснабжению стоит дорого. И не каждому по карманам. У нас установлены тарифы на подключение к газовой сети на расстоянии до 200 метров от основного газосреднего давления или низкого давления, которые проходят по территории населенного пункта, составляет стоимость врезки по расценкам, утвержденным региональной электрической комиссией, не более 26 тысяч рублей. При этом в затраты домовладения или владельцев жилого помещения входит приобретение газового оборудования. Игорь Рудене пообещал поднять этот вопрос на грядущей встрече с представителями «Газпрома». Жители юго-западных районов, где проблема газификации стоит наиболее остро, с нетерпением ждут появления в своих домах голубого топлива. Жители областной столицы в 2021 году тоже ждут перемены. Планируется дать старт началу строительства долгожданного западного моста и дорожной развязки рядом. Документация уже разработана и проект готов к реализации. Среди планов также расселение морозовских казанов, строительство с красной железной дороги Москва-Санкт-Петербург, капитальный ремонт сельских дворцов культуры. Другие подробности читайте на сайте «Панорама.про». Продолжение следует...